В пятницу в Швеции произошел теракт. В центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих, а затем въехал в здание магазина. Данные о погибших до сих пор разнятся. Агентство Associated Press сообщило, что погиб только один человек, 15 получили ранения. Местная полиция заявила как минимум о четырех жертвах. Стражи порядка также сообщили об аресте одного человека по делу о теракте. Как именно он связан с инцидентом, не уточняется. Последние данные узнаем у корреспондента Артивяев в Швеции Софи Цитрадзе. София, вам слово. На Швецию. И все сведения указывают на то, что это была террористическая атака. Нужно отметить, что все, что известно на данный момент о человеке, который совершил эту атаку, это то, что он угнал грузовик сегодня утром. Этот грузовик принадлежал пивовару Неспендрюмс. И как раз водитель занимался доставкой пива. Он разводил пиво в рестораны Стокгольма этим утром. И в тот момент, когда он выгружал парцию пива, предполагаемый террорист взобрался в кабину и угнал грузовик. Дальше произошло то, что произошло. Приблизительно в 2 часа по преступлению машина врезалась в магазин фирмы Оллинс. Это крупная сеть магазинов, которая продает одежду, косметику, товары для дома. Она очень популярна в Швеции. Это произошло на улице Тротнинготан, пешеходная улица в центре Стокгольма. Он находится буквально в 5 минутах от центральной станции метро и железнодорожного вокзала. Здесь много магазинов и кафе. И грузовик протаранил витрину этого магазина и оказался внутри торгового объекта. Один из очевидцев, с которым мне удалось поговорить, услышал глушительный звук. И люди в панике бежали в разные стороны, как он рассказывает. Многие боялись покидать магазины. Были эвакуированы позже полиции через экстренный выход. Другие очевидцы рассказывают, что полиция призывала людей бежать и спасаться. И вы, наверное, видели. Достаточно много видео были загружены в сети. И на них видно, как потоки людей бегут из центра города. Были также сообщения о том, что была стрельба. И эти данные не были подтверждены полиции официально. Интересно, что так и произошло неподалеку от того места, где в 2010 году был совершен самоподрыв. Тогда никто не пострадал, кроме самого смертника. И вот после этого в Швеции не было террористических атак. И здесь их, впрочем, и не ожидали. Хотя, конечно же, любая террористическая атака – это всегда чудовищная неожиданность. Но, тем не менее, ничто не указывало на то, что в Швеции может произойти нечто подобное. Спасибо, София. Это была корреспондент Арсивей в Швеции София Тетрадзе.